Машенька, скажите, в какой части Франции мы находимся вообще, и вот как город называется, что мы здесь делаем? Мы находимся в городе Перпиняне, мы выбежали на маленькую, но очень интересную экскурсию. Сейчас мы оплатим нашу парковочку. Это святое, это святое. И пойдем куда? И пойдем в центр города. И может быть, если нам очень повезет, то мы найдем оливковые масла. Понял. У нас аудитория очень интересуется оливковыми маслами. А вот город Перпиньян. Он вообще довольно древненький такой, с бурной историей. И просто мы здесь встали, вот место нашли. Не то чтобы эта улица сама по себе чем-то таким интересным отличалась. Едем мы на устричную ферму, поэтому оказались во Франции. Тут как-то границы особо и нет, знаете, едешь себе и едешь. Вот. А по дороге зашли, заехали в этот Перпиньян. И сейчас вот посмотрим, как тут вообще все обстоит. Ну что, друзья, вот так живет... Можно сказать, что это райцентр, Маша? Ну, это центр, да, это центр каталонской части... Франции. Да. Видите, как Каталонию границы поделила на испанскую и французскую. Вот здесь, можно сказать, центр, столица французской Каталонии. Значит, мы дойдем до более красивых мест. Сейчас мы вот просто до Трофиса дойдем, вот это Кера. Машенька, а местные каталонцы, они не рвутся к независимости? О, вы знаете, это такой вопрос, что вы трепещущий на сегодня. То есть есть такое? Конечно, конечно. Это на повестке дня. Не только в Испании? И все считают, что Испания, это, ну, как завоевательница. То есть Испания захватила Каталонию. Но на самом деле Испания и Каталония объединились из-за династического брака в 15 веке. Да. Ну и каталонцы-то на самом деле так-то не считают. Они считают, что Испания, это завоевательная. Мы быстро идем, да, наверное? А каталонцы французские. Как, допустим, Каталония вдруг стала независимой? Не бывает каталонцы французские. Каталонцы, они каталонские. Но их же тут Испания не захватывала, вот тут. Ну, они считают, что эта область тоже должна принадлежать. Каталонии? Да. То есть, если бы, например, завтра Испания сказала, что Бог с ней из Каталонии, пусть отделяется, то этим был бы как бы мотив дополнительный. Да, конечно. Они считают, что вообще они всю Испанию корняют. Бюлгизмом и так прочее. То есть, они в бюджет Испании отдают больше, чем получают. Театр, это был действительно, ну, как бы, прямо такой камень экономический. Маша, а где эти люди? Вот, справа. А люди еще работают полчаса еще, потом все выходят на обед. То есть, это не туристическое место особо, да? Туристическое, туристическое. Мы сейчас, вот мы пришли в центр, как бы, города. Мы зайдем быстренько всем, кому нужно в туалет помыть руки. И я вот покажу, что дальше... А вот тут очень красивый канал, который формировала река Бесса. Бесса, вот, смотри. Ага. Туалет, да? Да, да. Снимаем красоту. Машенька, вот ваша компания, все-таки вот название, из названия... Бояж Гурман. Бояж Гурман. То есть, вы как-то специализируетесь, вот, где что покушать или... Да, конечно, мы специализируемся на местных специалитетах. В любом случае, когда мы едем во Францию, мы кушаем три раза в день. Подождите, вот как происходит, я просто пытаюсь в практическом плане... Вот кто-то нас с вами смотрит, говорит, ой, какая Маша, хочу с Машей там поехать в тур. Да. Что он делает? Он с нами связывается, он выбирает направление, куда он хочет ехать, в какой регион. Как связывается, на веб-сайте на вашем? Да, можно сайт, можно ватсап, можно... Хорошо, он к вам обращается, он говорит, хорошо, а что есть? Ну, в зависимости, в каком регионе он будет находиться, то есть, куда он хочет ехать. Прованс, мы советуем специалитеты Прованса, розовое вино, различные, там, блюда из рыбы и так далее. То есть, мы советуем заведения, которые обязательно надо посетить. Допустим, специалитеты, которые нужно попробовать в том или ином регионе. Например, там, в Бургундии нужно есть фуа-гра или улиток. В Провансе нугу или различные овощи, оливковые важные. Подождите, но что же вы рекомендуете? Ну, кто-то, кто-то там тур, гид какой-то? Конечно, конечно. Ну, по расчету. На... Либо это групповой тур, допустим, человек присоединяется, либо он сам выбирает даты, и мы делаем ему программу, так он, как он хочет поехать. А вас много вообще? Вот я вижу, вас я вижу, там, Яну вижу. Да, есть еще, там, у нас два или три гидресса, с которыми мы работаем по разным направлениям. То есть, если человек говорит, я бы хотел посмотреть, что есть, то вот это, что есть, у вас на сайте найдется? Конечно, да, есть разберение. С датами, да. Друзья, просто вот я вам показываю то, что видим мы, проходя по улочкам. Это центр города. Так, Франсуа Араго. А что-то они тут желтыми ленточками повязали, не знаю. А, может быть, имеется в виду, что парциза независимость. Это пешеходная часть города, туристическая. Так, все такое пешеходное, а я иду по проезжей части даже, не знаю. Может быть, нормально? Маш, вот это пешеходное, но вот это проезжая? Ну, она проезжая, но, как вы видите, здесь особое решение пешеходное. К нарушителям правил дорожного движения. Да, каталонские флаги. Вот тебе и Франция. Смотрите. Да. Тут даже модная торговля. Не могу сказать, что много туристов. Ну, есть. Наша группа, тут это, может, половина всех присутствующих. Римлян тут не было, да, так? Были, были. Римляне были? Конечно. Они были во всей Франции. И, как я вам говорила, что даже название «Перпиния», может быть, вы не слышали в машине, название «Перпиния» скорее всего идет от фамилии известного римского поместья. Легионеры там. Легионеры, да. С одной стороны какая-то торговля, с другой стороны прямо люди живут? Вот явно там наверху что-то происходит. В этом регионе для плагеров, что очень интересно, есть даже свои печенья. Печенья? Вот эти вот бисквичи. Так. Так. Специалитет этот называется русский. Вот это вот беленькое. Но это такой пряник. Пряник. Так, пошли смотреть. Друзья, вам бы понравилось в этом магазинчике. Вам бы очень понравилось. Особенно тем, кто не на диете. Вы знаете, вы на диете. Вы на диете. Вы на диете. Вы на диете. русский кто будет пробовать ирина владимировна нет но всем интересно на страже к количество за маслом и не сюда пусть скажет там да да нам намного так если понюхать так вот рукой вот так марципановая ну похоже на пластмасса друзья специалитет это фишка фишки и есть еще какие-то слова вы должны подсказать какие-то вот это вот так вот смотрите на самом деле вот оно оливковое масло bio вот эти вот бутылочки bio отличаются это био произведено без желтая и серая то есть био это синоним нашего органика да да это синоним органика где-то в германии по-моему био во франции а по пильмам по пильмам или улья дифференс ай попробуйте ой-ой-ой это более мягкая это более такое сильное которое перчит в горле не а вот которая более это из этого региона и это большую пару слов вот зрителям когда вы берете масло оливковое что вы от него вот что вы ищете в нем в оливковом масле я еще прежде всего мононенасыщенные жирные кислоты которые способствуют снижению веса и качественное биомасло это достаточно большая редкость и его нужно искать в таких местах скажи в москве вы порекомендовали где в Москве азбука вкуса глобус гурме магазины премиум класса где продаются друзья светлана заинтересовалась этими мармеладки абрикосовые ананасовый свет я думаю тебе лучше воздержаться мы вчера можно поглаз калорий 45 вот такой прям вы на глаз можете сказать если шоколадные они где-то вот такого же объема будет калорий 65 вот в таких 45 это хороший марта хорошая можно брать да можно немножко друзья давайте возьмем так светик давай возьмем возьмешь коробочку будет больше белого есть вот такие друзья интересным принципам люди покупают уже возьми какой тебе друзья заход в магазин друзья это рисковое предприятие поскольку заканчивается частенько вот приобретением не всякого полезного для здоровья но нам объясняют что вот это не будучи полезным она как бы наименее вредно и и вот нам даже специально укладывают такой по бойму в такой вот такой магазин коробочку и но специалисты не хлебом друзья не шоколадом единым а вот вкуснятина всякая оливки да у нас тут специалисты можно их спрашивать что кушать и что не кушать и они скажут можно но по чуть-чуть по чуть-чуть да вот тут мясо мегабо а что за мегабо это просто покушать ну что друзья явно присутствует средневековость не побоимся этого слова о рыночек такой смотрите импровизированный давайте посмотрим как во франции с этим делом я про цены ничего не скажу поскольку цепи войти а то значит написано что-то 350 там какие-то цены есть до фенхель красавец фенхель просто красавец не знаю почем но хорошо в общем то такой фруктовый овощной такой рай небольшой черешня почем черешня 10 евро килограмм а здесь вот карусель друзья как из кинофильма про мэри поппинс правда да но это маленькая такая именно для даунтауна такая не гигантская не то что там те парк какой-то вот и народ потихонечку собирается вич как времени для там оба сейчас 12 часов 12 часов 10 минут по местному времени вот люди собираются на покушать как вам старые улочки друзья современной обуви прикольно можно только представить себе что здесь было там 300 лет назад или 500 но вот улица была той же ширины наверняка фасады были в том же месте да да 300 лет назад конечно вряд ли тут были общественные туалеты это правда это правда так у них же эпидемии были то чума то холера то тиф вот это все не случайно ресторанчик варь да мишленовский ресторан в такой тайной дыре это мишленовский ресторан в такой тайной дыре ой-ой-ой-ой-ой действительно вот друзья казалось бы вот я вам я вам сниму вывеску если кто-то будет тут на местности пожалуйста приходите хотя может быть их можно найти просто в списке мишелиновских ресторанов мы продолжаем движение вот такой друзья перпиньон в нем где-то 1100 с лишним населения это не такой уже прямо крохотный городочек нет написано а я люблю женщин вот написано на магазине по-французски конечно чтобы не все подняли ну что же это просто как с декорацией какой-то но это не нарисовано это все настоящее все абсолютно все подлинное настоящее улочки возвращает нас друзья во времена дюма правда тут д'артаньяны какие-нибудь проезжали на своих лошадках так вот посмотрите тут такое местечко тут ресторан неровный полк я так спотыкаюсь немного вот где надо кушать-то ну мне неудобно тут люди едят продолжаем движение впереди какая-то крепость друзья красного кирпича где-то я помню уже видел из красного кирпича крепость там только башенки были другие да вот да может и не крепость даже не знаю может быть фрагмент какой-то потому что невелика невелика как в киеве это место называется золотые ворота точно типа остались от еще с тех времен вот но так дам но там друзья если вы соберетесь ехать во францию вы должны немножко научиться и сразу все поймут что вы свой да ты можешь это нет нет ну попробуй сказать но туда он к ноту но тавдам о и каталонский флаг сверху а тут уже прям просторы какие-то открываются давайте тут речка мост и просторы похоже что это такая расхожая туристическая улица на ней много предприятий так как сказал общественного питания вот с той стороны на нашей стране ничего такого нет какие-то здания не знаю что какой-то сооружение вот это префектура ну да рф это как нибудь репу республика франция до република франции вот значит пожалуйста ну что это что-то пахнет на их речкой вот этой это река прямо для взяли ее в как называется то бетон а а а Субтитры подогнал «Симон»